Банк Российский Капитал в соответствии с решением правительства Российской Федерации назначен полномочным банком по разрешению ситуации, сложившейся с объектом незавершенного строительства компании СУ-155. Но, наверное, это общеизвестная информация, вы знаете, что по 13 регионам Российской Федерации порядка 28 тысяч проданных, но не переданных собственникам квартир. В настоящий момент числится за СУ-155. Общий объем финансовых проблем в данной теме составляет порядка 39 миллиардов рублей. Соответственно, обеспечить финансирование этих денежных средств для завершения строительства объектов поручено Банку Российской Федерации. Эта работа началась для меня и для моих коллег порядка полутора месяцев назад, когда мы начали ознакомиться с физическим состоянием объектов, которые расположены в регионах, ознакомиться, собственно, с строительными компаниями, которые входят в периметр СУ-155, и оценивать возможности завершения строительства данных объектов. 9 декабря состоялось заседание правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции под председательством Шувалова, на котором была одобрена концепция, предложенная Банком Российский Капитал для завершения работ по недостроенному объекту. В рамках данной концепции Банк Российский Капитал осуществляет финансирование за счет собственных средств, за счет средств правительства Российской Федерации и также за счет средств, которые будут получены от реализации свободных площадей в объектах СУ-155 и, возможно, части имущества, принадлежащего сегодня компании СУ-155. Соответственно, функцию строительного контроля и строительного надзора принимает на себя группа компании БИМ, которая обладает соответствующей технической компетенцией, для того, чтобы эту функцию осуществить. В настоящий момент, в завершающей стадии, находится проработка трехсторонних договоров, которые будут заключаться между Банком Российский Капитал, компанией БИМ и СУ-155, для того, чтобы обеспечить процесс производства работ и, собственно, получить возможность открыть финансирование по указанным объектам. Вчера состоялось заседание совещания в Минстрое Российской Федерации, которые непрерывно курируют эту работу, и на протяжении этих полутора месяцев мы постоянно обменивались информацией с Минстроем. Минстроем дальше будет продолжать курировать эту работу. В рамках совещания, которое состоялось вчера, был представлен график производства работ по первой очереди объект, который Минстрой попросил нас уточнить с учетом физических возможностей СУ-155. Ни для кого не секрет, что практически по всем проблемным объектам работы полностью прекращены, строители оттуда в настоящий момент сняты, и СУ-155 как минимум требуется время для того, чтобы развернуть фронт строительных работ, вернуться обратно на объекты и начать работу по их завершению. Кроме того, в ряде случаев требуется запуск производства на домостроительных комбинатах, в частности застройщик по Ярославской области Ивановский ДСК, в настоящий момент остановлен и, соответственно, решается вопрос о его запуске. Буквально сейчас в параллельном режиме директор Ивановского ДСК находится у Владимира. С моим коллегой там происходит похожее совещание. Дальше такое же совещание будет проведено сегодня у Иваново. Соответственно, мы предполагаем, что на следующей неделе будет подписана и сформирована необходимая договорная база для производства работы. Также мы приложим все усилия для того, чтобы актуализировать сроки по домам, которые относятся, ну или которые предполагают, что будут отнесены к первой очереди строительству. И я думаю, что в середине января, в основном это связано с праздниками, график производства работ будет опубликован на сайте Банка Российский Капитал, на сайте компании СУ-155. Я думаю, что, безусловно, мы доведем до администрации региона этот график производства работ. Будем его поддерживать в актуальном состоянии. И я думаю, что ежеквартально мы ведем свою практику. Приезд региона кого-то из наших представителей и отчеты о ходе производства, о фактическом ходе производства работ по проблемным объектам. Некоторая задержка как раз связана с тем, что мы имеем достаточно богатый опыт надзора за строительными работами. И крайне редко сроки, которые называются в начале строительства, совпадают с фактическим окончанием производства работы. Безусловно, в данном случае все это многократно превышено, но мы не хотим брать на себя обязательства, которые мы не сможем выполнить, и за которые нам потом будет неудобно перед будущими собственниками.